Зифа Кибирова с семьёй переехала в Алматы в мае прошлого года. И сразу же встал вопрос с детским садом. Ведь в очередь ей надо было вставать заново, а времени на долгое ожидание не было. Плата за двоих детей в частном дошкольном учреждении для молодой семьи также была неподъёмной. Спасением стал сад, открытый в рамках ГЧП. Данный садик, получается, чем нам удобен в том, что здесь программа Балапан. Это с финансовой и экономической точки зрения для меня большой плюс. Потому что двое детей вводить в один частный элитный детский садик не каждый себе позволит. А здесь преимущество того, что дети могут пользоваться всеми услугами. И по бюджету это уже позволительно становится на сегодняшний день. Очень хорошо, что садик находится в нашем районе. Детский сад открыли в мае прошлого года в одном из коттеджей Аойзовского района. Рассчитан он на 30 детей. Сейчас он полностью укомплектован. Здесь есть как группы с казахским, так и с русским языками обучения. Программа Балапан выгодна как для нас, так и для родителей. Ежемесячно государство выделяет чуть больше 24 тысяч тенгена ребёнка. Программа обучения у нас современная. Занимаемся английским языком с малышами, уроки музыки. А кроме физической культуры есть ещё и хореография. Желающих попасть в этот детский сад, работающий по ГЧП, уже много. Только в очереди здесь стоят 42 ребёнка. Поэтому владельцы учреждения решили открыть поблизости ещё один. Сейчас здесь делают ремонт для того, чтобы здание полностью соответствовало всем стандартам. В нашем главном корпусе детском саде «Айбала» 42 ребёнка стоят на резерве. И они перейдут просто сюда. Между тем, сейчас в своей очереди в дошкольные учреждения в целом по городу ждут около 25 тысяч детей. Очередь уменьшается в связи с тем, что в 2016 году по городу Алматы открыто 175 частных дошкольных организаций и 5 государственных дошкольных организаций, 4 из которых были построены в рамках социальной ответственности, подарены городу Алматы. Из 175 дошкольных организаций, открытых в 2016 году, 85 работают в рамках государственно-образовательного заказа. То есть мы размещаем там детей и даём на каждого ребёнка деньги. Но это понятнее будет людям, если мы скажем программа «Балапан». Кроме того, с этого года будет внедрена единая электронная очередь. То есть получить направление в детский сад родители смогут лишь в онлайн-режиме на сайте электронного правительства. Когда очередь его ребёнка подойдёт в детский сад, там будет вывешено, что в данный детский сад, по данной возрастной категории, такие-то фамилии указаны детей, просим прийти и взять направление в дошкольную организацию. То есть взять направление тоже электронно. Отмечу, что в этом году в Алматы запланировали открыть 7 детских садов.